Будущее членство нашей страны во влиятельной шанхайской организации сотрудничества, визит президента Казахстана в Беларусь и проекты, под которые создадут фонд промышленной кооперации. Эти темы на неделе звучали во время переговоров Александра Лукашенко с послом Казахстана. Обозреватель Илона Красуцкая узнала от дипломата больше о планах стран, как в формате двойки, так и в рамках других интеграционных структур. Ваша миссия началась в сентябре. Как вам вообще работается в Беларуси? Какая активность? Какие проекты уже в работе еще в том числе? Мы активно заинтересованы в том, чтобы политические процессы в Беларуси развивались в правильном направлении, сохранялась стабильность и это будет база для укрепления всех остальных направлений сотрудничества. Много вопросов есть в экономической сфере. Я могу сказать, что немножко в 2023 году на 16% упала взаимная торговля. И это не тот тренд, который нам нужен. Нам нужно увеличивать взаимную торговлю, поэтому этот вопрос достаточно серьезен. И правительство наших государств должны придать этому большое значение. Необходимо наращивать как торговлю, надо наращивать промышленную кооперацию. Необходимо дать простор инвестициям в наши страны. Я достаточно активно сейчас езжу по регионам Беларуси, посещаю крупные предприятия. Я лично убеждаюсь в том, что белорусские предприятия обладают высокими технологиями. Они демонстрируют большой промышленный потенциал, который может быть полезен и в нашей стране. Для Казахстана сейчас чрезвычайно важна диверсификация производства, все большее появление новых промышленных предприятий. И здесь белорусский опыт, конечно, может быть очень хорошо востребован. Если говорить о промышленной кооперации, то она набирает темп. Порядка 8 проектов в Казахстане реализованы или реализуются в данный момент. Это связано прежде всего со сборкой тракторов, комбайнов, иной сельскохозяйственной техники и вообще в целом техники. И это показывает большой потенциал, свыше 300 миллионов долларов вложено в эти проекты. Они создают рабочие места, но и самое главное, они позитивно влияют на структуру экономики Казахстана. Мы производим все больше конечного продукта. Ну а что касается торговли, то казахстанцы уже привыкли, я бы сказал, к белорусской молочке, к продукции других сельскохозяйственных, и культур, и мясная продукция. Все это идет в Казахстан, и отличаясь высоким качеством, она уже получила признание у наших потребителей. Эти вещи можно дальше наращивать. Ну и, соответственно, Казахстан готов увеличить поставки своей продукции в Беларусь. И в апреле должна состояться межправительственная комиссия. Я думаю, все эти вопросы будут там подробно обсуждены. Господин посол, такая серьезная действительно активность на двустороннем треке, экономика, я имею в виду и торговля, и инвестиции, совместные проекты в плане промышленной кооперации. Ну, значит ли это то, что скоро мы ждем с визитом и главу Казахстана в Беларуси? На самом деле, такой визит готовился еще в прошлом году. Из-за графиков немножко было несовпадение, но он остается в повестке дня. Я думаю, что в пределах полугода мы сможем осуществить этот проект важный. В этом году Казахстан председательствует в ШОС. Беларусь планирует к лету стать полноправной участницей организации. Какую роль вы видите в участии в Беларуси? То, что Беларусь выразила желание работать в этой организации, это, конечно, прямое отражение, так сказать, поворота на восток, который объявлен. Ну, действительно, ШОС объединяет самые многолюдные страны нашего континента и имеет, конечно, громадные перспективы в развитии. Казахстан приветствует вступление Беларуси в Шанхайскую организацию сотрудничества. Мы надеемся, что 4 июля в Астане Республика Беларусь станет полноправным членом Шанхайской организации сотрудничества. Казахстан еще председательствует ВДКБ в этом году. Какие цели, какие задачи для этой нашей общей оборонительной организации на этот год? Упор на дипломатические средства, ведение внешней политики, взаимодействие с другими международными организациями. Это достаточно важный сегодня аспект в целом международной повестки. ВДКБ, конечно же, в этой ситуации испытывает определенные сложности. Допустим, в настоящий момент Армения, по крайней мере, заявляет о своем новом каком-то видении в отношении этой организации. Я не только слушал заявление Пашиняна, но я и слушал заявление Лукашенко по этому вопросу. Я хочу сказать, что достаточно точный анализ ситуации дал Александр Григорьевич к тому, что происходило на протяжении десятилетий в этом регионе. И я согласен, конечно же, что Армения может использовать те советы и рекомендации, которые дал белорусский президент. Продолжение следует...